Два года назад в Санкт-Петербурге при Большом гостином дворе официально открылся для всех горожан домовый храм преподобного Серафима Вырицкого, одного из самых известных петербургских святых. В свою небольшую знаменательную дату в этом Доме Божьем состоялась Божественная Литургия, на которой побывала наша съемочная группа. С самого открытия храма во имя святого преподобного Серафима Вырицкого при Большом гостином дворе при каждой возможности приходит сюда Вера Евгеньевна. Прихожанка очень почитает этого святого. Всегда, когда есть возможность, приезжаю и Вырицу к его мощам, и когда возникла такая возможность посещать в центре города тоже храм, носящий его имя, я это делаю почти регулярно. Мне очень нравится приход, к которому приписан этот храм. Мне нравится настоятельность от Серафима. Он всегда знает в лицо своих прихожан, что очень отрадно. Винил знакомые и родные лица прихожан батюшка и в этот день, когда домовый храм праздновал свою вторую годовщину освящения. В честь этого праздника здесь состоялась божественная литургия. Возглавил службу епископ Кронштадтский, наместник Свято-Троицкой Александр-Невской лавры Назарий. Богослови достояние Твоей. Всегда поднимает настроение, когда возглавляет ладыка Назарий богослужением. Вообще архиерейское богослужение торжественное и вселяет в сердца людей надежду, упование, укрепляет веру. И, конечно, сегодня не исключением. Этот день еще важен и для тех, кто трудился над созданием храма, отметил отец Артемий. Благодаря деятельности руководства гостиного двора, сей дом Божий радует прихожан. В завершении богослужения владыка обратился ко всем молящимся с поздравительными и напутственными словами. Как всегда здесь пребывает и молитва нашего преподобного Серафима Вырицкого, который тоже прошел через великие испытания. И он подобен Иоанну Кронштадтскому в чем? В том, что он наш современник. И в том, что до сих пор есть люди, которые знали его лично, и которые могут подтвердить этот факт канонизации официального провозглашения Ижево-Святых, они могут подтвердить то и без сомнения, то, что действительно состоялось, вот то, что должно было состояться. Еще раз говорю, правда Божия, она обязательно пробьет себе дорогу и утвердится, как и должно быть. Как того требует промысел Божий, приход храма активно развивается. За это время создан духовно-просветительский центр во имя преподобного, где проходят встречи, творческие вечера, концерты, фестивали.